ПЕСНЯ Долгожданный обзор на Объект 640 Итак, что же из себя этот танк представляет Сегодня мы рассмотрим Постараюсь максимально показать, что, как говорится, в нем и есть классного и тому подобное Также будет какой-нибудь интересный бой Посмотрим, как он ведет себя в бою Проверим его бронирование Как он танкует в клинче и тому подобное Поэтому сейчас мы начнем с ЦТХ Итак, ребят, вот такой вот он на вид Те ребята, которые сейчас к нему идут, хотят этот танчик Вот, поэтому вот такой он вид Попытаюсь максимально вам показать Вот такой вот красавчик Видон, конечно, у него очень классный Что я могу сказать? Пушка шикарная Вид вообще вот этот Слова просто нету Поэтому поехали по ТТХ Ребят, ТТХ Что у нас тут есть? Урон Бобсами, ребят, 660 урона 780 мм пробиваемость Урон в минуту ТП у нас 5823 Довольно неплохо 6.8 перезарядка То есть по КД, в принципе, он так ничего будет В рандомчике, я думаю Очень хорошо Потому что перезарядка довольно такая ничего И, в принципе, альпа Также не забываем, что есть еще и кумулятивы Которые можно тоже, в принципе, очень хорошо накидывать Где-то под 900 урона Сразу говорю Дальше Прочность у нас 3750 ХП Бронирование, как вы видите 416 лобовая 85 и 80 Ну, борта, ребят, да С бортами проблема Но, тем не менее В принципе, рикошетит Можно довернуть слегка корпусами Может быть даже рикошет Вот, с башней тут все, в принципе, нормально Скорость Понимаете Скорость Он ездит очень быстро Даже очень-очень и очень Я бы сказал даже Вот 3.6 Разгон У него до 32 километров Масса 48 тонн Скорость поворота 38-73 Вот И дальше Незаметность Ну, видите 21 Ну, как бы Учитывая, что он низкий Очень низкий танк Такой, в принципе, даже пойдет Обзор стандартный 440 метров Плюс можно оптику поставить Или выкачать Или поставить Какого-нибудь Хуана Карлоса Мирамона Которого, в принципе, тоже довольно неплохо С обзорчиком Плюс 15 еще добавится Ребят УВН Это очень важная штука Минус 8 Минус 8, в принципе, очень неплохие УВН Некоторых Намного хуже танков УВН Поэтому минус 8, в принципе, неплохо Вот Минимальный разброс 0.0088 Время прицеления 1.63 Тоже очень, в принципе, неплохо И скорость поворота башни 40 Практически 6 градусов То есть крутится, как вертолет Я бы сказал даже Просто вертолет Что у нас тут есть У нас есть Ребят, смотрите Дымовой гранат 5 штук Время перезарядки 80 секунд КАЗ есть Однозначно Куда без него Улучшенный стабилизатор Вот И газотурбинный двигатель На 1500 лошадей Что и дает ему сумасшедшую скорость Скажем так Из оборудования, ребят Я ставил Сразу говорю Модернизированный затвор Который уменьшает Время перезарядки Уменьшает время разгона И увеличивает прочность двигателя Система фильтрации Которая дает просто Просто, я не знаю Со сфинксом на старте Можно драгрейсинг устроить Скажем так Дальше уменьшает разброс Ну, как без него Нужен разброс Однозначно И уменьшает время прицеливания Тоже поставил Еще вот так вот Ну, на выбор Можно посадить Или Руденко Или Хуан Карлоса Мирамона Или других там Кому как Сейчас на выбор Я Руденко Потому что у нее Очень хорошо Со сведением Вот Ну, что Вот такая вот Интересная машинка Ну, я думаю Вот ЭТХ хватит Поехали, конечно же Посмотрим На бронирование Машины И потом Конечно Заключительно Посмотрим На бой Поехали, ребят Так, ну что, ребят Сейчас мы Попробуем Протестировать бронирование Покажем Что у него Как, куда Пробивается Потому что Многие стреляют В рандоме И не в курсах Поэтому В первую очередь Что у нас Мы наблюдаем Именно Прям На углу Между ВЛТ и НЛТ Вот все Горит зеленым Ребят Вот Вот эти Нижняя часть Смотрите То есть Здесь уже В принципе Толком Ничего не пробить Вот То есть Вот это Именно часть Вот Смотрите Здесь урон Проходит 650 Сейчас Выстрелим Вниз Видите То есть Не пробивается Здесь Вот эта часть Не пробивается Многие делают Часто ошибочку И просто Лутят сюда Это первое А также На стыке То есть Тоже Практически Не пробивается То есть Только Вот по краю Максимум Дальше Ребят Шьется Под башню Видите Под башню То есть Горит Желтым 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 И сюда Вот Заходит Тоже Здесь Правда С большого Расстояния Вот Если Клинчет То Конечно В принципе Можно Как-то Засунуть А также Одно Из уязвимых Мест Повернем Поком Башню Вот Самое Такое Вот Самое Такое Офигенское Место Вот Здесь Ребят Здесь Просто Находится Боиукладка Вот Видите Попадание Боиукладка Вот В принципе Уже Повернена Я думаю Если пару Раз Сюда Выстрелить То Танк Точно Взорвется Также Вот Эта Часть Солько Я знаю Даже Не знаю Сейчас Проверим Сейчас Вот Эту Часть Еще Раз Очень Поком Боком Я еще Раз Попробую В эту Часть Выстрелить Нет Здесь Урон Кстати Проходит Хотя Думаю Что Не Проходит Но Прошел Дальше В принципе Доверни Немного Корпусом Где На 45 Градусов Вот Видите То Каток Как Боиукладка Все На Каток Можно Поставить Танк Пробивается Вот Здесь Даже Ну Вот Эта Часть Рикошеть Но Тем Не Менее Скажу Что У танка Борта То есть Он Даже Стоит Под Таким Углом Борта Слабая Видите Очень Конечно Слабая Борта Но Тем Не Менее Можно А Попробуй Чуть Ко мне Слегка Слегка Ко мне Корпус Да Нет Наверни Корпус Слегка Не Ко мне В другую Стоп Ага Вот Ну То То Видите Вот Таким Углом Приблизительно Надо Будет В рантоме Держать Позицию Видите Чтобы Как-то Рикошетило То есть Вот Это Такая Позиция Опасный Этот танк Тем Что Он Очень Опасен В Клинче То есть Здесь Вот Так Вот Пробивать Смотрите Очень Узенькая Такая Маленькая Моз Под Башню Видите Место И Он Плюс Еще Если Сравнивать Посмотрите Насколько Удобно 640 Стрелять Под Башню К примеру Даже Армате То есть По размерам Видно Армата Намного Выше И Под Башню Просто Самое Оно Плюс Башня Рикошетная Ну Сами Понимаете Его В принципе Очень Так уж Нелегко Пробить Единственное Что Место Есть Вот Здесь И То Видите Практически Не горит Зеленый Под Башню То есть Можно Сказать Что В Клинче Доволен Неплох Ну Умелых Руках В принципе Любой Мастер Сможет В принципе Пробить Любой Как бы Танк Ребят Вот Плюс Башня Не очень Крутится И все Остальное Ну Мы Сейчас Попробуем Потанковать Последние Минуты Давай Попробуем Пострелять Под башню Что На этом Войдет Вот Сложусь Я К примеру Не пробил Ликошет Опять Ликошет И Кстати Пушку Принувшить Классно То есть Видите В клинче Это Не пускать Его В клинч Вообще Нельзя Я бы Просто Не советовал То есть Видите Что Он Делает И Как Только Ну Рикошетит И все Рикошетит И Желтым Вроде Выгорит Попробую Под башню Сейчас Пробил Смотрим О Здесь Прошло Ребят Ну То есть Короче Вы понимаете Что Очень Тяжело Поэтому Пробивать Его Именно В клинче Что Я могу Сказать Пытался Максимально Вам Ребят Показать Так Что На этом Заканчив И переходим Конечно Ж В бою Поехали Так Ну Что Ребят Вот Мы В бою Сейчас Рассмотрим На танк Как И Что Он Себя Представляет Вообще Итак В первую очередь Хотел бы Показать Увн И Минус Восемь Которая Есть Вот Вот Так Опускается У нас Пушка Ребят То есть Довольно Очень Неплохо Я бы Сказал Просто Шикарно И Сам Танг Шикарен На вид Дальше Поворот Башни Ребят Смотрим Очень Очень Быстро Крутится Сам Поворот Корпуса Ребят То есть Поворот Корпуса Вот Я бы Сказал Тоже Не так Уж И медленно Но В сочетании С поворотом Башни И корпусом Это конечно Ну Имба Смотрим Поворот Корпуса То есть К примеру Сзади Противник Мы уже Быстро Повернулись Налево Направо Ну и конечно же Поехали Смотреть Как Что И куда Едем Смотрим На скорость 55 58 60 Слышно Как Турбина Включилась И уже Просто 80 Просто По бездорожью Смотрите 80 Это Я бы сказал Что это Даже Вот Просто Так вот Знаете Очень Быстрый Маневренный Танк Который Сможет Ездить Сбивать Базы В случае Чего Захвата То есть Люди Которые Будут Играть На этом Танке Они В первую Очередь При захвате Базы Должны Просто Отлететь Также 653 КД Как мы Видим Вы видите На своих Экранах Врываемся Посмотрим Как Со скоростью С этим Все у него Просто Шикарно С башней Теперь Надо Посмотреть Конечно Как он Стреляет Ну Давайте Поехали Поехали Потихонечку Продвигаемся Там Враги Там Он Абрамс На Ходу Опасно Коммунитивом Ребят Сейчас Попробуем Коммунитив Конечно Хорошо Но Альфа Альфа Страйк Не максимальный Прошел Тот Который Примеру Я Хотел Бой Не будет Ребят Показательный Прям Там Да Скилл Нагиб Эпик Все дела Как у меня Там на канале Бывает Но Мы просто Сейчас Рассмотрим На подвижность На стрельбу Максимально Такой Именно На Демонстрацию Самого Танка Ребят 13-10 Счет Так Нам главное Успеть Мы же Быстрые Поэтому Нам надо Лететь 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 Очень быстро Для того Чтобы Успеть Хотя бы Пострелять Подамажить Поэтому Мы летим Дали Маленький Круг Уже Всем все Ясно Что Ты Очень Быстрый Друг Дали Круг Прям Рип Он Сказал Оп Оп Вижу Цель Ручником В Дрифт Ребят Смотрите Вошел Просто Вообще Красиво 841 Комулитив То есть Вы понимаете Да Уже Какая-то Альфа Немного Подловили Но Тем не менее Комулитивом Бьет Он Конечно Очень Больно Еще Немного Поеду Немного С Абрамсом Там С кем-то Там Потанкую Хотя бы Напоследок Как говорится Привет Вот так вот 628 Выходит Видите Альфа Сведение В принципе Вы тоже Да Оценили Ну то есть По сведению Вот так Сводится 603 650 Вот такая Вот Альфа Ну в принципе Вот Ну что тут Скажешь Я бы сказал Что снаряды Довольно В принципе Неплохо Летят Бой Ребят Очень Конечно Быстрый Такой Но Тем не менее Там Я бы Сказал Даже Очень Быстрый Ну и Не надо Растягивать Бой На 15 Минут Но тем не менее Преимущества Одни из преимуществ Которые Хотел продемонстрировать Вы увидели То есть Это скорость Поворота башни Довольно Неплохая Скорость Разгона Максимальная Скорость Он летит Очень быстро Комулетивами Под 900 Он стреляет Точно То есть Там было 841 Альфа Страйк Вылетел Комулетивом Вот В клинче В принципе Вы видели Как он танкует Пускай не в бою Но На полигоне Там В предыдущей части Где я показывал Пробитие Ребят Под башню Как клинчевать Да Вы видели Что в принципе Клинчует он нормально Так что Максимально Что можно было показать Из танка Сведение Стрельбу Стрельба Бобсами Комулетивами Подвижность Поворот Башни И клинч Ребят На аэродромчике Вы в принципе Все видели Учитывая Что в принципе Как бы Толком и не воевал Да Показывал Там Ну 4 100 68 Демоча Есть По опыту На втором месте Вот И самое главное Ребята Что же самое главное Знаете Что самое главное Это конечно же Деньги Деньги Еще раз Деньги Смотрите Что у меня получилось Я расскажу Как этот танк Фармит Потому что Это танк Премиумный Не забываем Что это Премиумный Танк Десятого уровня Вот сейчас Я сбил 3 икса 3 икса При этом 4 100 Я нанес Ребят И получил 2 миллиона 209 тысяч Учитывая Что если бы я набил Там 7-8 тысяч Ну Как говорится Кто очень хорошо Там стреляет Могли бы еще Очень много Нафармить В среднем Танк Ребят При 5 тысячах Дамага Фармит Ну Миллион Где-то Миллион Фармит Если вы можете Набивать 5-6 тысяч Дамага Вы получите Стабильный Миллион При этом Конечно Да Если там У вас Там ребят Будет То есть Вы понимаете Да Прямо Аккаунт Ну вот Сам Здесь Вы наблюдаете Что здесь Миллион Четыреста Тысяч Без Почти Полтора Миллиона Без Аккаунта Без Ничего Видите То есть Станк Как бы Может 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 Я считаю Что если Выехать Столкновение И сбить 3 икса Очень даже Неплохо Будет Ну Вот так Вот такие Вот Показания Ребят Так что Что я могу Вам еще Сказать Для меня Если кому Интересно Для меня Танк Очень Я люблю Подвижные Скоростные Танки Еще Лучше С классными Пушками Четкими Пускай Даже Там Не везде Нету Брони Как бы В бортах Но Тем не менее Ребят Я пытался Максимально Вам показать Что Танк Из себя Представляет Что Ждет Вас Ребят По окончанию Акции Вот Ну Если Что Задавайте Вопросы Думаю Было Вам Полезно Старался Как мог Если Тяжело С вас Лайк Подписка На канал Всем Удачи Пока С вами был Император Прайм Пока 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 Удачи Ребята Продолжение следует Продолжение следует